добрый вечер вижу люди подходят это хорошо и так сегодня просто немножко поговорим о камнях немножко о том кто я и немного о том как ужиться с ними дома и вообще что делать дома в таких вот условиях которые нас оставят сколько человек уже с точки зрения камней пытались рассказать про сегодняшнюю ситуацию да кстати пожалуйста кто-нибудь напишите как меня видно слышно сколько человек пытались сказать об этой ситуации в принципе я пережил ну чтобы не соврать уже штук 8 скачков доллара и несколько сильных кризисов и один такой затяжной в котором мы находим все почти постоянно дело в том что все зависит большей мере от нашей психологии спасибо вот выражение оша когда кажется что в жизни все рушится начинаете думать о том что можно будет построить на освободившись а вместе вот собственно говоря это основа всего что нам возможно делать в этой ситуации то есть мы сейчас должны думать не о том что и все пропало о том о хорошо освобождается место что мы тут сейчас наделаем в принципе я уже давно наблюдал как давно у меня просто привычка и как бы по работе я сейчас минут 20 порассказываю кто пожалуйста вопросы собственно вопросы можно и сейчас но я думаю будет понятнее тематика я давно наблюдаю за всеми торговыми за всеми за многими торговыми площадками за спросом и за предложениями и смотрю одновременно затем чего надо иногда знаете бывает предложение опережает спрос вот появляется очень много нового материала на рынке непонятно человек но обычно как-то люди ориентируются тут раз вот он выбросил вот хорош хороший материал все над выбросил как бы он предваряет какой-то спрос и вот я смотрю ну безусловный лидер конечно горных уст он идет всегда он идет в любой случае в любом случае он хороший для начинающих и для профессионалов кстати на следующей неделе получаю замечательные изделия посмотрите в ленте после него так четкая тенденция аметисты это вот последнее время усиление аметисты волосатики импактиты или пиктиты в любом виде и дымчатый кварц почему вот теперь давайте думать почему сначала я так немножко постараюсь но не сильно нудно но как получится порассказывать а вы потом будете соображать если взять вот то что происходит сейчас пока мы отключаемся временно этого вируса всего просто вот то что происходит на планете мы опережаем и при себя и природу в своем развитии причем опережаем очень сильно дело в том что сама природа на земной шар это такой сбалансированный живой организм надо просто с этим как бы это принять и смириться вот есть сбалансированный механизм который живет четко по своему по своим правилам мы в этом организме извините тифозные палочки от нас вреда ему больше чем пользы то есть у каждого организма и у нас в том числе есть какая-то ненужная вредоносная флора но она подавлена нашими нашим иммунитетом вот и земля нас какое-то время выдерживала мы вообще как человеческий организм просто как организм пока голову не берем в расчет опорно-ответельный аппарат мы приспособлены изначально природой к определенной скорости передвижения потом именно в пространстве то есть он за день нам положено проходить там 30 20 километров все это норма для нашего организма это так заложено природой потребление продуктов из своего региона даже если мы на 30 даже если мы за три дня уйдем на 100 километров все равно это будет по погодным условиям по всему это будет близкий регион будут близкие продукты и потом если взять даже дореволюционное время то 90 процентов была как бы оседлая каких-то определенных чертах она сидела вот и не перемещалась на большие расстояния я не могу сказать народ был здоровее или нет было здоровее вся нация да может была продолжительность жизни меньше детей было больше люди занимались каким-то трудом не были мышцы крепче сейчас сложно сравнивать потому что нас медицина вытягивает фактически вытягивает если бы не медицина нас половина уже не было ну извините не знаю кто там меня знают не знают рука александр александрович сразу не представился рука александр александрович зовут сан саныч занимаюсь камнями коллекционированием и профессионально камнями уже лет 50 энергии камней лет 30 35 наверно вот ну и что-то там какой-то опыт приобрел и теперь имею могу с вами им поделиться и так дальше значит кроме продуктов своего региона у нас мозг был устроен и сейчас он устроен так что должен получать или может получать информацию в плит в определенном объеме и в определенных образах ну слава богу там с появлением печати с появлением письменности у нас образы перешли в письменную форму и мы когда читаем слова у нас в голове возникают не отдельные буковки а образ что яблоко шрибл мы все равно видим что-то зеленое круглое с хвостиком вот это вот образ эта работа нашего мозга то есть он получает какие-то знания в виде печатных знаков и переводит их в образ это работа ума что происходит последнее время есть такое понятие но сфера но сфера греческого нос нос разум ну немножко спор но конечно это биосфера которая разумно управляется человеком насколько мы разумно и управляемся вы видите тут даже не нужно никаких и не комментариев ничего вот уровень нашего разумного управления биосферы на сфера является высшей стадии развития биосферы связанной с возникновением и организм и становлением ней цивилизованно общество насколько общество цивилизованно вы тоже видите то есть уровень цивилизации как говорил мой приятель есть ума сапиенс но больше всего ума не сапиенс сказать то больше людей неразумных но жадных и вот это понятие на сфере это обтекающая оболочка вокруг земного шара вот тот уровень в который можем вмешаться то есть реки леса растительность животные чего-то закопаться в глубь шахтами карьерами каналами еще чем-то перебросить куда-то реки вот так вот нам так надо вот так надо плюс немножко там слетать в космос там мусора еще набросать всяческого он там летает по своей орбите периодически грохается и вот эти вот тифозные палочки в виде нашим в виде нас начинают гадить больше нежели им положено можете на меня обижаться можете кто-то там не так реагировать но сам принцип дело в том что в свое время профессор вернадский обозначил именно как состояние планеты когда человек становится клуб крупнейшие преобразующие геологической силой то есть он начинает уже влиять на состояние планеты ну я не знаю насколько с вернадским согласно сама земля она конечно вот и слышал как она к этому относится вот как она относится мы начинаем замечать сейчас что происходит мы не успеваем адаптироваться тем скоростям которыми мы пользуемся мы передвигаемся быстрее чем приспособлен наш организм я не говорю про влияние смены часовых поясов смены магнитного поля никто из ученых никогда еще не учитывает смену так называемого кода местности или общего эгрегора местности но это код скорее всего потому что это отдельники это вот код это слагаемое из всех что из данной местности включая камни почему я веду все время к камням мы не успеваем адаптироваться к скоростям но мы ими пользуемся то есть вот до этого всего пока не закрыли границы там слетать в штаты но еще на 12 часов я в штатах туркам так вообще тут запросто полтора часа и там или два часа насколько это нормально я не могу сказать я просто могу фиксировать факты и их последствия организм мы не успеваем адаптироваться к тем объемом информации которые мы производим целый день просиживания фейсбуке прочитывание определенного количества информации например я подготовлю даже статью там на один лист мне приходится вычитывать до 50 70 страниц разной информации то есть я где-то что-то сомневаюсь это какие-то идеи родились это все нагрузка на мозг я ее читаю я ее не смотрю не смотрю фильмы я ее читаю чем чтение чтение это тренировка это тренировка мозга мозг это такая же мышца как остальные нужно периодически тренировать мы немножко отвлеклись но сам сам факт объемы информации у нас сейчас говорят поколение z это люди которые легче воспринимают информацию в виде как бы сказать в виде каких-то зрительных образов прекрасно есть такое поколение вот оно перед нами у нас появилось а много экзотических продуктов не свойственных нашему региону это хорошо просто мы так развиваемся то есть в самом развитии никогда нет ничего со стороны космоса нет ничего плохого или хорошего там нет таких отношений это все вот оно просто есть вот у нас появилась масса продуктов а мы не знаем какие как они на нас влияют нас бананы на уровне картошки сейчас по цене ну может чуть чуть дороже практически бананы сейчас дешевле хороших местных груш и яблок это нормально не знаю я не знаю как это скажется на организме предки которого питались были груши яблоки абрикосы вишня слива черешня вот ну плюс там еще что-то с кустов малина клубника вот такое у нас организм построен определенным образом и эта память она генетическая она передается с каждого поколения передается дальше дальше и дальше и тут мы бац за одно поколение вводим ароматнейшие изменения мы начали производить кучу продуктов там с гмо и так далее есть противники и сторонники типа накормить человечество кто-то там посчитал что в принципе сельского хозяйства на нормально развитого вполне достаточно чтобы накормить человечество сейчас но это нужно работать работать местность машины мозг человека в состоянии даже вот мозг человека даже в состоянии покоя и сна потребляет необычно много энергии если кто-то этого не знал вдруг 16 раз больше чем вся остальная мышечная ткань от того мозга тут извините если пересчитать на единицу массы то мозг имея ну до двух процентов массы от общего тела среднего потребляет 25 процентов всей энергии нормально да это так нас вообще-то заложено это хорошо но на что идет энергия часть энергии идет на руководство вот этим всем что остальное телом то есть какие-то команды руками двигай ртом говори ушами слушай а часть энергии причем тоже таки довольно большая идет на переработку информации теперь посмотрите получение информации постоянно новости 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 по телевизору в компьютере и так далее это что бесследно а новости говорящие мы привыкли сначала что мы слышим потом что нам рассказывают а потом слушать что нам говорят это все три разные вещи нам сейчас сказали что идет эпидемия до идет до там смертность я даже не хочу пока ее касаться но принципе определенная смертность это хотя она не выше средней могу сообщить еще одну неприятную новость мы сейчас запаслись масками там очками счет чем-то продуктами на месяц вперед полная баррикада можно задел заварить дверь и сидеть дома она нас надвигается какой-то вот астероид по моему в конце апреля должен или пролететь или прилететь граждане покупайте каски пригодятся то есть нам диктуют нам диктуют купить маски купить то я понимаю что то делается в лучших целях что-то в худших нам уже диктует причем диктует зрительными образами мы эти образы привыкли не переваривать не думать над ними потому что над словом ты думаешь ты прочитал и думаешь связка слов уже заставляет нас думать а образ видимый не заставляет мы услышали звуки реагируем как собака на павлова на его команды вот то что происходит с нашим мозгом то есть он потихонечку отключается а эта информация он тоже не безразмерная знаю только одного человека безразмерно безразмерным мозгом в смысле по по объему памяти это вассерман у него там оперативки нет но это такое и у нас получается что в принципе вот мы сейчас говорим что вот есть какое-то соотношение во все века было соотношение умных людей и но людей с пониженным интеллектом по идее но не должно меняться вот в процессе развития есть там 10 процентов дураков 10 процентов откровенных дебилов 10 процентов воров вот это соотношение нового все века примерно одинаковые но но сейчас становится просто заметнее потому что люди которые раньше пытались читать сейчас смотрят им диктуют правила поведения им навязывают какие-то идеи все потому что поменялись немножко критерии оценки и люди не справляются с потоком информации когда информация передавалась от бабки к бабке пускай она искажалась но была не в таком объеме вспомните газеты что такое газета это четыре страницы довольно мелкого текста которые можно прочитать за день в принципе это реально плюс я еще успевал кроме газеты прочитывать там пол книги какой-нибудь сколько мы сейчас прочитываем и слышим за день 20 газет то есть мы загружаем свой мозг и вот это избыточный расход энергии приводит тому что телу перестает хватать энергии плюс сидячая работа плюс то все и мы превращаемся в полу объем ну то что я говорил смотрите наши дети уже практически не хотят читать им лучше смотреть да есть видео уроки да есть доступные хорошие прекрасные развивающие фильмы но это фильмы это фильмы уже не тот уровень получения информации мы получаем пережеванную пережеванную что произошло ну и плюс когда появилась еще введение денег у нас пришла переоценка самого труда и сейчас многие возвращаются вот сейчас как раз вот эта ситуация когда нас засадили по домам многие начинают думать что такое труд уходит такой анекдот что ничего не хочу хочу на работу что такое труд насколько он важен человеку насколько вас видеть и получать результат конечный результат своего труда и сейчас произошло резкое суммарное изменение всего эгрегора земли резкое буквально в течение ну с января как появились первые сообщения про коронавирус когда начали хихикать и до сегодняшнего дня когда вся сеть завалена количеством смертей никто не показывает количество выздоровевших или количество легко переболевших вот у нас в больнице не может быть больше тысячи больных почему а у нас только тысячи теста мы можем только тысячу продиагностировать все поэтому не зная статистики но люди все время каждый подключается вот все плохо меня заперли дома как там а что будет так как а вот я когда там через месяц через два вернусь а что будет с моей работой вот этот общий психоз создает абсолютно новый эреар он накладывается на все старые но если так будет продолжаться в конечном итоге может даже подавить старые эреары и я не зря сказал о том что вот наблюдаю за изменением за тенденции изменения камней на рынке потребление камней и пытаюсь понять вот соотношение и почему это происходит сейчас когда нас заперли во первых у нас острее стала нехватка природы так мы могли хоть погулять сходить в парк но как-то было незаметно сейчас вот это вот подспудное переживание за то что не хватает природы не хватает общения с природой вот у нас остались она куда там домашние растения у кого-то там рыбки собачку выгулять спасибо не буду наша собака уже 50 раз сегодня гуляла вот там еще что то вот это вот минимальные островки общения с природой один из таких островков это камни камни которые нас или вот всех кто это любит всех это окружают есть камни которые нас легко возвращают в природу не в природу а вот те энергии которые нам не хватает и собственно природа это кроме зрительных образов деревьев там речек листиков и еще чего-то это еще и определенный комплекс или поток энергии который мы воспринимаем своим организмом если витамины могут быть в яблоке может быть в таблетке то и энергия природы может быть сконцентрирована в каких-то определенных камнях и попадать в наши определенные чакры логика абсолютно железная на рабочий она есть и она будет и вот камни для возвращения в природу для того чтобы ощутить природу ощутить это вот родство с нею нехватку и и восстановить эту нехватку это дымчатый кварц горный хрусталь причем в шарах или галтовке объясню почему на данном этапе нам лучше избегать каких-то острых колотых форм просто организм воспринимает вот эти вот округлые какие-то сглаженные формы легче ближе не так режет глаза так примерно так вот и ирины изумруды и тектиты импактиты как ни странно ну когда я сколько раз говорю что когда допустим говорю про какие-то драгоценные камни то не обязательно там 15 карат чистейшего изумруда это может быть вот такой вот кусок обрезок кристалла он достался мне вполне справляется со своей задачей но если это все каким-то образом происходит с изумрудом понятно он работает на сердце с там хрусталем понятно он как-то там чистит организм выводит нас на более высокий уровень дает дополнительную защиту именно природную защиту хорошую с ним лучше себя чувствуешь то каким образом работают остальные камни тут ну допустим то же самое ирина то тоже энергия знойного леса нам понятно вот ты его держишь руках и почти дышишь озоном или хвоей они дают вроде свежее восприятие природы которая нам сейчас не достается но посмотрите сами да вам сказали где можно там где вы здоровались там можно и размещать какие-то свои вопросы что происходит когда у нас идет перерасход энергии со своими страхами идет сильный лишний расход именно когда вот какой-то страх какой-то где у нас возникает дискомфорт где мы его чувствуем все сейчас скажут сердце и желудок почему в этих двух чакрах потому что извините нам это кажется дело в том что вот эти две чакры они собственно не находятся все все равно в одной полосе но питаются кормят первое от молотхары вот казалось бы должны подпитываться оттуда и у нас бы были неприятности там я знаю с жизнью там еще чем-нибудь но возникает чувство именно вот здесь дело в том что есть те семь чакр которые мы принимаем за основу и за на основе чего мы строимся наши теории кроме них есть еще малые чакры значит есть очень много спорных вопросов как их правильно называть они наверно опыт веков подсказывает что их нужно называть малыми чакрами потому что не находятся между основными и где-то могут быть стороне допустим чуть сзади еще где-нибудь вот мне почему-то все время голову приходят рудиментарные чакры почему рудиментарные дело в том что свое время когда мы проводили исследование работаем импактита в разного вида то но но там несколько человек высказалось так что вот им снится сон что вот между манипура и анахата есть еще одна чакра которая открывается только с действием импактита или то есть с привнесением энергии какой-то немножко неземной импактит это камни которые получаются при соударении метеорита земной поверхностью и сплавленные стекловидные массы с метеоритным веществом а тектит это то что потом разлетается то тоже такое типа стекловидное но тоже там присутствует небольшое количество космического вещества это так коротко объяснил что было понятно и вот там находится опять же называйте как вам удобнее то ли это будет малая то ли это будет рудиментарная чакра которая вызывает у нас чувство тревоги вот именно она в данном случае когда вот это вот происходит со всей землей именно она у нас вызывает чувство тревоги не анахата не манипура а то что между ними агитра ну опять же называйте как хотите малая рудиментарная почему почему чувство тревоги на этом уровне потому что мы начинаем подспудно тревожиться уже не за себя не за своих близких а мы начинаем тревожиться за землю за человечество мы это может делаем неосознанно когда-то я не знаю как произошло человечество я и с дарвином не совсем согласен это наши личные счеты с ним но если допустим нас как-то видоизменяли взяли какую-то там макаку еще кого-то внесли изменения генетические то при внесении этих изменений и призмею просто пишут одновременно при внесении этих изменений у нас те энерго центры которые нужны были за день должны быть задействованы для земной жизни они работают они работают активно не развиваются те которые не нужны для повседневно они начинают какой-то пенникс уходить в сторону мы ими как бы не пользуемся то есть малые немалые рудиментарные они когда-то были эта кнопка которая до сегодня не была нужна сегодня мы чувствуем тревогу вот это тревожное состояние его можно несколько упразднить или привести понимание почему эта тревога вот с помощью как раз импактита с помощью тектита они работают вообще какой-то камень такой довольно универсальный их много в разных местах но интересно вот они работают почти на уровне всех чакра но если исследовать дальше и глубже не знаю может куда-то у меня хватит времени или мне могут помочь кто-нибудь вот он работает на уровне всех но видимо на уровне каких-то там двойников на уровне каких-то рудиментов и вот эти камни заставляют нас не камни вернее эти чакры она заставляют тревожиться как раз за всю землю целиком за все человечество за всю природу за весь вот этот сложный механизм который когда-то увидели те кто вкладывал у нас вот эти вот изменения видимо это какой-то как запасной предохранитель нас пересмыслить нашу жизнь и посмотреть на нее по-другому а так и я живу а то ли я делаю а нахрен кому нужна моя прежняя работа соответственно и вот я как раз сейчас рассказываю уныние душевная боль какие камни нужно использовать против уныние душевной боли суть этого уныния неясная тревога душевная боль порождена неясной тревогой так вот для этого я не реки не то что там рекомендую не река я просто рассказываю свое отношение к мне для этого хорошего то у меня есть допустим это этот самый жаман шанит это импактит из казахстана из пустыни есть это сейчас рудиментарно не груди а рудиментарная чакра ну пожалуйста кому нужно будет просто где прочитать про ее работу после этого я вам скажу где найти информацию мне ее подсказал мой хороший товарищ хороший специалист он владеет этим больше я просто говорю что вот я когда это все нашел я пытаюсь ему сказать так вот вот эти вот импактиты они восстанавливают эту энергию а не только восстанавливают они дают нам возможность пользоваться этим потоком и понимать осознавать всю величину ну проблемы не проблемы всю велик всю величину того что мы начудили и наше в ней место и можем ли мы изменить если можем то как они бывают разные в украине допустим мне известны хорошо вот два вида ленецкая терновская астроблемы соответственно импактиты оттуда и оттуда немножко разная энергия но опять же они хорошо привязаны к игре горы украины тектиты есть практически везде это тоже не самое ну как они стоят каких-то денег но не самая большая редкость но они грубо говоря вот мы сидим здесь это вот место падения метеорита есть его след вот они поддерживают этот след и по этому следу как бы практически чуть ли не выходим в космос и не оглядываем все это вот в целом все эти проблемы ну вот как опять же меня подсказал мой товарищ акитра это такая же манипура только этичная или моральная вот это и есть то есть наша ответственность за совокупность действий всего человечества наша мораль мораль это не личное понятие это понятие общее вот я говорю что неясные тревоги я не знаю насколько они уберутся но по крайней мере придет понимание того что мы чудем понимание своего места и понимание что делать дальше и второй интересный камень вот я живу спокойствие тут у нас просто спокойствие аметист бабки не ходи да он даст спокойствие да он даст какой-то такой знаете вот мне хорошо мне все по барабану я там выше всех я очень дух это временное спокойствие также можно там не знаю ну пурен можно принять тоже спокойствие будет пока сидишь там нет то есть это неправильное спокойствие временное успокоение себя хорошего личного лично себя умного красивого это на сегодня на сегодняшний день это политика страуса спрятать голову и не решать эти проблемы не участвовать в их решении а мы участвуем не только тем что мы сидим дома это время вот два месяца там не знаю сколько там полтора два месяца сколько будет длиться это время нам переосмыслить свое место может чему-то умному научиться может посмотреть как жить дальше кому это сразу допустим ну не хочется в этом включаться посмотрите историю ведь уже это пережили и чума была и был гриб этот самый испанка которая выкосила громадное количество что после этого происходило подъем сельского хозяйства или науки нет подъем культуры всегда происходил потому что человечество нуждается в культуре нуждается в науке а не в определенном количестве автомобилей вот это нас заставляет сейчас переосмыслить вот нам на это дается хорошее время нас никто не гоняет нас никто не тычет палкой мы можем сидеть учиться думать и опять же камни нам в помощь вот я сказал хотите зарыть голову в песок как страус пожалуйста аметист тот же самый изумруды зеленые камни любые попробуйте останется станет спокойнее вам лично но это тревога внутренняя она не уйдет ее просто будет она будет заглушен она никуда не денется и второй интересный камень вот мы даже в любом случае там общаемся с природой там с балкона наблюдаем вот у меня под окном громаднейшая абрикоса цветет все белое красиво все пожалуйста общайся не хочу ему дотянуться с балкона понюхать цветочки вот эта тревога немножко заглушает наши чувства плюс масса информации которую мы не в силах уже не переработать не осознать не привести в какое-то какую-то систему своей голове что делать с этим как это понять для этого есть у нас у всех причем можете не спорить ну в принципе вирус это перезагрузка не только сознание думаешь это перезагрузка всего человечества просто перезагрузка в определенной мере может там в этической моральной еще в какой-то в духовной как раз хороший вопрос все может умыть дымчатый кварц сейчас муточку я не все успеваю прочесть сейчас расскажу и тогда вернемся сразу к вопросам ну и дымчатый кварц вот интересная вещь если эти глаз с помощью которого мы можем увидеть подспудные какие-то течения какие-то дополнительные энергии дополнительные какие-то потоки или то что от нас скрыта та часть информации которая от нас скрыта возьмите любую таблицу возьмите любую литературу камни третьего глаза белые у европейского типа человека и ну там весь спектр идет но в принципе преимущественно белые голубоватые синие разные синих спектр соответствует цвету чакра и один камень четко выбивается того всего списка дымчатый кварц вот он серый да он конечно красивый по-своему смотрите абсолютно прозрачный ни одной трещины но просто почему я говорю про шары вот даже сейчас я показываю стаки такая форма намного приятнее как-то космосом отдает или землей аналог нашего земного шара почему этот камень дымчатый кварц он выбивается из всего спектра из всего списка вот этих синих голубых белых камней опять же только потому что у нас там есть еще одна у меня все равно будет поправлять что это малая чакра пускай будет малая чакра сома или лунная чакра это чакра бы получение она расположена третьим глазом центре лба называют чакра нектар чакра получения удовольствие человека получения спокойствие 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 когда у нас приходит когда есть понимание того что происходит а дымчатый кварц у нас расширяется знание расширять наши возможности у нас спектр восприятия просто спектр восприятия цветов расширяется звуков расширяется обоняние короче все у нас становится немножко лучше немножко больше мы видим больше видим чище и видим этой гадости вот это вот своеобразное открытие третьего глаза с помощью дымчатого кварца помогает нам понять опять же куда мы пришли что делать дальше вот сочетание такое дымчатый кварц который нам расширяется знание дает возможности понимать больше видеть больше соответственно воспринимать энергии природы больше и любой вид тектитов импактитов и так далее который позволяет убрать вот эту вот тревогу компенсировать вынести нас наверх как бы обозреть то что мы начутили вот ну и сейчас посмотрим что у нас можно ли утверждать что сила и скорость воздействия минерала прямо пропорционально твердости минерала не всегда дело в том что каждый человек воспринимает камни по своему по уровню своего развития и на кого-то может быть чрезмерно на кого-то чересчур мягко и так далее я не воспринимаю камни твердостью ниже 4 но это у меня такой характер в то же время моя любимая она очень любит гипсы у нее такой характер то есть у нее свое отношение на сух свое восприятие камни против уныния и душевной боли понимаете я вам сейчас могу дать целый список но я не вправе наверное так делать потому что причина если вот эта вот причина которая рассказывал если это вот сегодня связано с сегодняшним кризисом связано с тем что приходится сидеть дома и ходить в масках собаки радуется что хозяева в намордниках если это то я вам рассказал можно просто метис тупо вот забыть за все и смотреть легкие фильмы мультики допустим выключите новости все равно вы из новостей ничего не узнаете статистика неверная я вам основу статистики статистики сказал 1000 больных потому что 1000 тест будет 1200 будет 1200 больных за рудиментарную чакра сказал тоже в личном сообщении я вам дам ссылочку где это узнать подробнее где вообще интереснее это узнать обрести уверенность помочь другим поверить что все хорошо но обрести уверенность наверное топаз может быть турмалин от уровня того что должны другие поверить то есть там какой турмалин розовый коричневый черный от того уровня в чем вы хотите убедить детские психологические травмы обиды это лучше честно говоря это больше проблема психолога но в принципе есть камни которые помогают полазить там в прошлой жизни вот просмотреть откуда это взялось и попробовать можно попробовать каким-то образом устранить самое элементарное таки они просто просмотреть ситуации прошлые и можно полазить знаю там есть допустим с помощью там черного окаменелого дерева там или углифицированно с помощью угля того же самого можно просто полазить по родовым всяким этим но это вот так трудно говорить какой камень потому что они знают четко чем это было нанесено попробуйте даже самый обыкновенный уголь вот простой уголь это дерево которое с помощью которого можно немножко вернуться назад и опять же уголь как любой уголь он на себя набирает очень много гадости то есть он может в процессе обдумывания проигрывания этих ситуаций он может что-то одновременно и почистить нефрит свойства для меня нефрит честно говоря это больше все таки камень лечебный совмещать ну я бы попробовал его совмещать с агатами с сердоликом хрусталем опять же а смысл этого совмещения есть есть камни с которыми лучше работать индивидуально чтобы другая энергия просто не сбила и этот основной поток молдавит и ливийское стекло а вот то что я что вы думаете про молдавит и ливийское стекло вот как раз то что я только что рассказывал просто это реально привязанные на сегодняшний день и были привязаны эгрегором или кодом местности импактиты вот но так как мы поменяли эгрегоры сделали его уже на всю планету этим коронавирусом то они начинают активно работать во всех регионах вот это вот ливийское стекло довольно мягкое довольно приятное но тех кто с ним уже пробовал то держал в руках нам чувствуется некоторая чужеродность которая как раз и объясняет нам что ребята вы как бы не есть хозяева земли и не далеко не хозяева космоса молдавиты к сожалению сейчас молдавитов довольно много на рынке ночи на подделок китайских поэтому с ними осторожнее ливийское стекло как-то еще туда китайцы не добрались и видимо им коронавирус таки помешал а молдавит они поддерживают подделывают активно это уже ближе к европейской части но нам роднее но все-таки смотрите она зеленее она уже так ближе к нашим лесам к нашему пониманию и природы и того ущерба который мы нанесли опять же к нашему пониманию спокойствия то есть она все равно привязана эгрегором привязана кодом местности к нам к тем кто живет вот в европе и рядом оливийское стекло уже чуть как бы было отдаленней хотя она тоже есть дровит дровит коричневый коричневый турмалин в принципе для меня он больше работает на поднятие защиту иммунитета но я опять же я не врач а просто уровень 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 его работа уровень чакры что он там делает у каждого камня несколько свойств причем не далеко не мало и какие-то свойства включаются от ваших потребностей или от ваших возможностей от ваших от того как вы это ощущаете вот сварили борщ один попробовал говорит он сильно острый второе сильно кислый третий недосоленный каждого свои ощущения так и камень у него есть каких-то несколько своих возможностей но он срабатывает на то что вам нужно для меня это защита иммунитета это поддержка иммунитета причем довольно таки из дымчатый кварц можно носить каждому человеку как часто его можно носить вы знаете у меня немножко свое отношение я пользуюсь камнями или ношу до тех пор пока они мне нравятся почему есть какой-то поток энергии есть какой-то недостаток энергии камень меня насытил все мне эта энергия не нужна я вотложил в сторону я уже работаю тем что есть у меня то есть конечно мы той камень и такое подспорье которое нам дает энергию вот такой ключик чему-то там ко мне в личном сообщении можно обратиться на моей страничке фейсбуке можно в тонких материях можно группе как говорят камни о чем говорят камни что сказать о марионе и где его применять марион в принципе довольно хороший нормальный камень зависимости от того что вы хотите от него получить он работает хорошо на уровне защиты да с его помощью если там сильно будет желание с его помощью можно влезть куда не нужно вот но обычно это не происходит потому что люди работают четко на защиту на оградить себя от чего-то они лезть куда-то какой кианит синий или черный для просмотра прошлого лучше синий что что за камень гиперстен опять же черный камень с определенным блеском тоже защита гиперстен можете можете читать как супер стена чтобы было упрощено довольно мощная защита которая страивается вокруг у вас и благодаря вот этому небольшому своему блеску она больше работает на отражение чем на поглощение потому что черный камень защищает за счет поглощения себя вот то что не успели сожрать то до вас не долетело а гиперстен еще успевает отразить что-то не куда-то так просто в пространство от вас он насыщается не от его меньше чем тот же шерл или тот же марион какая энергия октябрьском квартале криву криву барса октябрьский октябрьский сейчас даю бог памяти так можно в личное сообщение потому что сейчас быстро не соображу кстати тоже довольно интересно пожалуйста в личное сообщение этот вопрос я я обязательно подробно отвечу а почему можно ли на теле носить маятник зверного хрусталя почему нельзя часы вы носите носите на часах есть стрелки стрелки показывают время пока вы маятник не взяли в руку не пользуйтесь по прямому назначению как маятник как стрелка а вы прибор до тех пор он работает просто как защитный амулет наоборот я делал маятники в виде этих самых подвесок с любой момент цепочку растянул снял вот готовый маятник заказать у меня камни талисманы да можно но это в личных сообщениях и там или в группе или фейсбуке камень для повышения энерготонуса а где вы его потеряли в принципе просто если чтобы было резко повысить резко повысить энергию это можно рубин гранат красный турмалин не розовый красный турмалин красную яшму если чисто вот женскую энергию чтобы покомандувать мужем там чтобы он понимал что сковородка в руках это оружие то тогда амазонит это женская энергия женская сила женская власть как работает рутилку отца двояко даже это двояко это то что я могу сказать потому что сейчас меня если включится ли это терапевт и они врачи я не лечу камнями вот они еще расскажут интересное во-первых рутил в кварц это классический любовный талисман то есть он привлекает любого он меняет наше поле на более позитивное мы воспринимаемся немножко по-другому более интересно нежели нежели не накрашенные вот во вторых вот эти вот волоски рутила кристаллы рутила в кварце они являются своеобразными антенками которые помогают и выдавать какую-то информацию видимо о том что мы ждем любви мы ее хотим и от кого-то объекта и принимать на себя а так как это желтый цвет то принимается информация уровень манипуры намного намного проще чем от других камней а кварц в любом случае если что-то находится в кварце и растет вместе с кварцем он дает возможность быстрее этому камню адаптироваться с нашим телом то есть это как универсальный гармонизатор или адаптер с помощью которого мы заряжаем телефона 220 корни рупин честно говоря я с ним не сталкивался я рассказывать могу только тех камнях с которыми я сталкивался с которыми я работал непосредственно сам ну и у вас на экране бежит строка о том что стартует четвертый поток курса применения минерала в быту принципе это был один из основных курсов свое время от него там уже потом начались другие самые распочковались так сказать отдельно потому что более подробно каждый раз смотрите вот сейчас идет коронавирус сейчас идет вот эта изоляция по домам там еще что-то появляются какие-то новые варианты исследования новые варианты влияния ко мне это все будет потом дополняться в тех конспектах которые есть на сегодня с каждым годом что-то новое появляется что-то дополняется там конспекта 20 до 40 страниц всего восемь занятий всего восемь занятий по два часа с огромными конспектами вводная лекция законы движения энергии чтобы понимать что почему как происходит и дальше идет конкретно как и что применять то есть какие камни какие методики мой дом моя крепость все о нашей квартире о наших домах моя семья немножко различаем потому что семья в одном доме может быть три семьи или вот у нас на квартирный дом тут вообще хреново количество семей живет вот взаимоотношения в семье психология какими камнями что выравнивать камнями что выравнивать как менять взаимоотношения в семье бизнес и минералы влияние минералов на бизнес как можно с помощью минералов изменить свой бизнес кстати вот это тоже довольно интересно потому что смотрите два месяца сиденья мы посмотрим как как будет меняться наше сознание хоть дневник заводи вот посмотрим как будет меняться наше сознание и опять же а что-то новое придумалось а как я это могу вот кстати для хохмы татьяна там соседней комнате делала украшения приносит мне показывает вот у неё пришло и в голову пришло там кулон с определенными камнями и с рыбой с такими зубами акула бизнеса то есть она чувствует что нужно будет что-то менять уже нужен будет новый поток который нужно будет не просто в лиц облиться уже как состоявшемуся специалисту вот у неё вот такой вот образ родился бизнес и минералы потом идет отдельно лекция камни для женщин и камни для мужчин но в принципе вот то что я да и последнее камни для отдыха и путешествий тоже довольно там два часа роскошного материала то что я рассказываю за вот эти вот 8 занятий 16 часов плюс дополнительные ответы на вопросы плюс конспекты это тот материал который я наработал за 35 лет и который вы бы его получаете вот такой же короткое время что можете сказать по магнезиту понимаете для меня ман для меня магнезит сколько с ним сталкивался какой-то такой очень интересный очень мягкими минерал почему мягким знаете похож на котенка вот его берешь уроки от приятный такой пушистый какой-то комочек поле очень мягкое но у действует есть минералы которые бак как этим самым лобом по голове а этот такой мягенький приятный это согревающий такое впечатление что он как бы помогает оттаять черствым душам убирает злость вот таком вот плане чем так вот точно аналогия гладишь котенка злость проходит плане лечения я не знаю а в плане психологическом да в принципе по использованию я даже не скажу потому что есть вещи которые убираются более как это другими камнями которые встречаются чаще но он довольно интересен очень нравится черный коралл раньше не встречался совсем что что не хватает три вещи кальция в организме второе давно на море не были третье как любой кальций как любой кальцит и любая кальциевая составляющая он убирает препятствия которые могут возникнуть на определенных этапах на кратковременных то есть вот там течение двух-трех дней может возникнуть какое-то препятствие что-то задумались сделать и чувствуете что вот вам нужно два-три дня вот чтобы это все успеть что вам ничего не помешало вот как раз так работает кальций также в этой же примерно в этой же в этом же плане как оберег работает коралл но это именно если идет речь о белом кальциях дыхательная практика для увеличения эфирного тела есть минералы которые могут это помочь не помню где я давал табличку там есть минералы которые работают на уровне эфирного тела но насколько они помогают его расширению или увеличению или уплотнению я вам сказать не могу потому что я отдельно вот так вот не рассматривал я обычно рассматриваю какие-то ситуации которые нужно решать в обществе в семье коллективе то есть отдельно как-то не рассматривал но это уровень это минералы которые работают на уровне от анахаты до аджны вот там вот поискать нужно это сейчас я просто не отвечу честно говоря я отвечаю то что я знаю нести там какие-то бредник сочинять на ходу это не в моем характере камень адуляр действительно и дает силу только при растущей луну нет ну что вы как бы так красиво сформулировать чтобы не забрехаться дело в том что у него есть какие у энергии луны вернее у влияния луны на землю есть приливы и отливы когда-то он чуть слабее когда-то чуть сильнее но поток энергии у него более менее постоянный то есть это поток энергии белой стороны луны луна вода белая более-менее постоянный в новолуние его можно усилить на растущую луну его можно усилить но опять же там есть тоже свои фокусы как можно усилить как можно усилить его влияние если камни лежат в шкатулке они не работают в пространстве работают камни не будут работать если вы только их все завернете в фольгу алюминиевую алюминиевая фольга сильно сбивает или гасит поле камней даже если вы положите в воду то они на какое-то время как бы погаснут потом вода насытится и начнет выдавать эту энергию суммарную энергию камней но более мягко но все равно будет а шкатулка ну уже все и в железные туда тоже будет заэкранированное влияние то есть металл или толстый металл или алюминий все остальное дерево пластик пластик немножко искажает но не сильно дерево добавляет свою энергию но не камни работая захватывают энергию дерева добавлять свое поле стекло вообще не влияет никак что-то я по моему много рассказал потому что кончились вопросы или аспект был при ней все было повернуто в таком аспекте что выбил все вопросы из головы пожалуйста еще как бы вот как бы порассказывал то еще раз говорю что вот у вас есть два месяца у кого-то месяц у кого-то два это не потому что кому-то месяц остался потому что в каждой стране правительство регулирует по-своему это время я знаю что у нас реально до конца апреля уже объявили но так как предупредили что на пасху будет всплеск то видимо там еще протянут и на кое-то время на май то есть вот два месяца мы будем сидеть дома есть время чему-то научиться опять же вы не просто научитесь вы переосмыслите даже те камни которые есть у вас я вам рассказал о чем будет самое так же приглашаю на этот курс даже постараюсь дополнить конспекты тоже будет время ну и так как как бы час мы с вами пообщались вопросов больше нет я был рад что вы меня услышали буду еще более рад если вы поймете то чем я рассказал и используете то время правильно если остаются какие то вопросы и вы не успеваете сейчас формулировать или задать пожалуйста в тонких материях у меня в фейсбуке в личных сообщениях или о чем говорят камни в группе где только о камнях специально создаю группа чтобы ведь ни слова не было о политике если вопросов больше нет большое спасибо за внимание до свидания но